С точки зрения открытого правительства, вы знаете, если говорить о том, с точки зрения демократии, к которой мы стремимся, естественно, все со мной согласятся, это неправильно. Точно так же, как и закрывать счета чиновников, это неправильно, о чем мы говорили раньше, и делать массу других вещей. Но давайте из позиции, как нужно делать, опустимся до того, как есть сейчас. У нас страна 10 лет только как более-менее живет не на грани вымирания в целом, после всех этих 90-х. У нас более-менее навелся порядок. И, безусловно, есть даже в бизнесе такое понятие «время чрезвычайного положения», когда ты реформируешь бизнес, и ты не можешь еще сразу выстроить такую демократичную классную компанию, потому что пока сначала нужно навести порядок. И эти меры говорят только о том, что руководство нашей страны считает, что на данный момент интеллектуальное состояние нашего народа еще не готово к открытости. Другой вопрос, можно спорить, так это или нет, но я опять же говорю, я в этом плане не специалист, я не буду спорить с профессионалами, которые работают на этом уровне, о том, готовы ли ребята на Алтае, на Дальнем Востоке, или где-нибудь в Республике Коми, четко осознавать, что является внешними предпосылками, внешними действиями для того, чтобы как-то принизить или что-то отхватить в нашей стране, а что является действительным истинным путем к демократии. Поэтому я думаю, что если они так решили, значит народ не готов, и моя субъективная гражданская позиция с этим абсолютно солидарна, что у нас еще в стране, я 42 региона объездил в прошлом году, в прошлом году от Калининграда до Сахалина по своим мероприятиям, и видя, что у нас в стране происходит, это естественно, народ еще быть самостоятельным не готов. И другой вопрос в том, что вектор куда? К тому, чтобы он действительно был свободным? Или завинтить гайки так, чтобы он даже голову повернуть не мог? Поэтому искренне надеюсь, что вектор все-таки в сторону свободы, но то, что происходит сейчас, наверное, это опять же правильно.